хорошо всю работу я буду совершать с помощью vagrant сначала я подниму vagrant так я запускаю git bash захожу в папку vagrant и сначала посмотрю командой status запущена ли у меня машина так не запущена я набираю vagrant up и машинка побежала запускаться некоторое время это займет пока я открою netbeams и создам там проект буду все делать в netbeams и для этого так посмотрим запустился еще или нет все машинка запустилась для этого в netbeams и я жму правой кнопкой создать проект и выбираем приложение php существующими исходными кодами жму далее в качестве папки источников выбираем мою папку где синхронизируется у меня vagrant и виртуальная машина это папка у меня c vagrant root вибрут и public html качестве мини проекта я напишу xaver.log так и надо посмотреть какая версия php у нас стоит для этого мы заходим виртуалку через ssh и команды и php минусы осмотрим версии так по хп у нас версии 5 434 ну кей значит надбинс и мы должны поставить уже самую версию у нас здесь в принципе стоит 5 и 4 жмем далее url адрес проекта указываем xaver.log и файл индекса у нас такой есть индекс . php жмем готово все проектик у нас создался в прошлый раз я там делал какие-то манипуляции остались какие-то записи и разрешаем краткие теги чтобы использовались хорошо сейчас наша задача в том чтобы разобраться как использовать php и как сделать так чтобы наши команды наши скрипты выводили что-то на экран в браузер но мы это делали конечно в предыдущих занятиях но сегодня с этим разберемся поподробнее узнаем детали узнаем особенности как это все можно сделать и так как вы уже знаете в php используется два вида два вида как бы начала кода первый вид это сокращенно используется угловая скобка и знак вопроса второй вид это полный вид который как бы принят как стандарт вот угловая скобка вопрос и php если мы пишем какой-то сайт то обычно давайте я все очищу как будто у нас новый документ если мы пишем какой-то сайт обычно там идут какие-то заголовки допустим html аж первый заголовок здесь будет у нас заголовок сразу посмотрим как это у нас на сайте отображается вот таком виде здесь меня почему-то хром иногда косячит шрифты поэтому будет немножко некрасиво но это не суть важно так и какой-то пусть будет у нас тег h2 назовем его заголовок 2 закроем тег на сайте это будет выглядеть вот так теперь допустим нам нужно какой-то код написать php поэтому я открываю здесь угловые скобки пишу php закрываю и здесь делаю какие-то записи какие-то инструкции для php php у нас интерпретатор и он все считывает построчно если встречаются какие-то ошибки он нам указывает на ошибки если мы отлаживаем код то он показывает на какой строке что происходит это очень удобно и очень хорошо что php является у нас интерпретатором это позволяет нам вести разработку очень гибко и так я пишу конструкцию языка который называется это делаю кавычки и напишу тут какой-нибудь текст привет как дела я всегда заканчиваю строку . . . называется терминатором то есть это знак который показывает php что инструкция закончилась что логический блок кода закончился но об этом мы с вами поподробнее еще поговорим я сохраняю иду на сайт и смотрю что мой текст выводится в браузере дальше если я хочу сделать какую-то надпись еще ниже я делаю следующую вставку кода и пишу привет как дела допустим 2 все таким образом у нас происходит вставка php кода внутри html кода то есть файл index.php у нас одновременно может содержать и html код вот в таком виде и вставки самого php кода если нам не нужен html давайте я просто сделаю так вот будет просто скрипт который выводит текст получится следующим образом как вы уже заметили существует такой такая конструкция языка который называется эко и и также есть еще один метод с помощью которого можно выводить текст на экран или как на сайт этот метод также называется print то есть это тоже конструкция языка вот но есть еще функция print и она тоже выводит текст на экран сейчас я расскажу в чем особенность дело в том что в некоторых книгах принято указывать именно эту функцию и автор не объясняет почему они используют это именно и почему они используют именно эту функцию а не другую дело в том что это именно функция и она использует больше ресурсов нежели чем вот этот вариант то есть это конструкция языка и она встроена в самый непосредственный язык вот и выполняется очень быстро функция print является функция написанная на языке си и делает какие-то манипуляции и обработки когда текст поступают внутрь этой функции поэтому эта функция выполняется несколько дольше так вот если вы весь свой код напичкайте вот такими выражениями с помощью функции print то однажды когда вы будете разрабатывать высоко нагруженные сайты куда ходит по 10 20 30 там тысяч человек в день в день то будете замечать что сайт как бы работает не очень быстро и даже google делал такие результаты вообще зачем нужно чтобы сайт работал быстро для того чтобы когда человек допустим поисковой системе вводит ваш сайт какой-то поисковый запрос он попадает на ваш сайт и этот сайт ему открывается какое-то количество времени так вот создатели google они сделали такой отчет и написали там что те сайты которые открываются быстро на них пользователи посетители чаще остаются и просматривают там информацию просто потому что они загружаются эти сайты быстрее и юзером удобнее там тыкать по страничкам чтобы все было быстро и комфортно соответственно если этот сайт продает какие-то услуги там это интернет магазин или там какой-то другой сайт то этот сайт получает больше денег нежели чем тот который загружается медленно и который неудобен в использовании вот поэтому нужно знать все эти основы с самого начала чтобы уже изначально делать все грамотно делать все правильно так а теперь нужно поговорить о том какие ошибки есть в php вот допустим я сейчас пропустил точку запятой нарочно ее пропущу и попробую посмотреть так я еще допишу тогда вторую строку когда у нас одна строка в скрипте то закрывающая скобка она показывает что он как бы она заменяет точку запятой и показывает что все в порядке но однако же если я напишу вторую строку где сделаю допустим тест во первых мне уже netbeams показывает что здесь есть какая-то ошибка синтаксиса и подсказывает что не ожидалось тут эко а ожидалось после закрытой круглой скобки ожидался какой-то из этих символов здесь точка запятой если мы пойдем на сайт сам php у нас укажет на то что на третьей линии здесь есть ошибка это специально сделано для того чтобы было удобно ловить те ошибки которые у вас существуют в коде во-первых показывается какого типа ошибка здесь ошибка парсинга то есть когда интерпретатор php считывает файл он это делает в первую очередь если он не может его считать правильно ему непонятны какие-то логические инструкции вот он видит пропущенные точки запятой после каких-то слов ключевых он указывает нам на это и показывает в каком файле у нас лежит ошибка и на какой строке и когда у нас в проекте там десять тысяч файлов и где-то из них затаилась ошибка то php сразу нам покажет в каком файле и на какой строке это очень удобно чтобы сразу пойти в этот файл и поправить там эту ошибку вообще какого характера бывают ошибки в php они бывают совершенно разные вы можете скажем пропустить точку запятой вы можете неправильно записать какую-то функцию допустим не print а скажем print возможно вы забыли как эта функция пишется тогда php нам уже выведет другую ошибку он говорит что это вообще фатальная ошибка то есть ошибка препятствующая дальнейшему выполнению скрипта вызов функции которая не определена в вашем скрипте функция такая-то в таком-то файле на второй строке вот это очень удобно чтобы смотреть в чем косяк давайте сейчас пойдем в документацию вы всегда должны знать где находится документация по php в частности я все нахожу обычно через google не старайтесь искать все что касается веб-разработки в яндексе он отвратительно плохо ищет ответы на вопросы используйте google потому что он хорошо индексирует всю вот эту вот техническую информацию так и мне нужен php error reporting отчет об ошибках идем в документацию и здесь есть различные различные уровни ошибок в частности вот фатальные ошибки времени выполнения предупреждение времени выполнения ошибки на этапе компиляции уведомления всякие различные фатальные ошибки и так далее и тому подобное когда вы будете более подробно уже работать в дальнейшем с языком php вы будете отлавливать какие-то ошибки которые будут появляться и можете как бы с помощью google или с помощью документации задавать здесь поиск и смотреть какую же ошибку он вам выдал php чтобы разобраться как с ней взаимодействовать как узнать что привело к этой ошибке вот по умолчанию php используется ошибка e all вот она включает все поддерживаемые ошибки и предупреждения это в принципе вам будет достаточно почему вообще нужно выводить ошибки и где их можно выводить а где нельзя выводить это очень такой важный вопрос важный для понимания дело в том что мы сейчас разрабатываем сайт на локальной машине и однажды он с какой-то вероятностью попадет как бы в сеть интернета будет размещен где-то на хостинге на него будут заходить клиенты пользователей и юзеры да и просматривать ваш сайт так вот если ваш сайт будет выдавать какого-то рода ошибки то может случиться так что на ваш сайт попадет хакер который с помощью этих ошибок сможет распознать где у вас косяк в коде и он сможет воспользоваться этим косяком то есть сделать какую-то атаку на ваш сайт и внедрить в ваш сайт вредоносный код и может случиться так что робот гугла когда будет проходить по сайтам зайдет на ваш сайт он сможет обнаружить вредоносный код на ваш сайте и просто забанить ваш сайт из выдачи потом вы обнаружите что на ваш сайт почему там больше никто не заходит соответственно ваш сайт не выполняет какие-то задачи а все именно потому что вы пренебрегли безопасностью вот это напрямую относится к безопасности так вот на тестовом как бы сервере да на вашей локальной машине все ошибки нужно показывать чтобы вы отставливали их и устраняли как только вы переносите ваш сайт в интернет это называется в продакшн перевести перевести ваш сайт боевой режим то вы эти ошибки все должны выключить и сейчас мы посмотрим как этим управлять и как с этим справляться для начала пойдем и найдем такой файл который назывался php.ini в наших предыдущих уроках так он должен лежать где-то внутри виртуалки чтобы найти этот файлик я сейчас прибегну к такому способу вызову midnight commander потом я перейду в каталог в самый-самый корневой каталог где у меня находятся все файлы нажму кнопку f9 у меня здесь появится меню я иду в файл так мне нужен а вот команд и файл 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 мне нужен php . и он у нас уже нашел нужные нам файлы php .ini лежит в трех разных местах да я думаю что нужный нам файл находится вот в этом месте php .ini нажму enter затем кстати он у нас пустой а здесь ничего нет значит скорее всего в apache 2 вот он php .ini я жму f4 и можно посмотреть содержимое этого файла вот здесь есть error reporting параметры которые там нам нужен и значение по умолчанию которое здесь стоит это е-all этот знак значит объединение этот исключение то есть он исключает нотификационные ошибки рекомендательные ошибки и deprecated это то что было что-то типа устаревшего и больше не разрешенного к использованию так можно еще попробовать сделать ctrl w нажать и поискать error reporting вот здесь эта линия у нас не закомментирована точкой запятой это значит что она актуальна и в данный момент то есть вот такие ошибки нам показываются ошибки e-all то есть все ошибки за исключением deprecated и strict ok а теперь по умолчанию что происходит у нас первым наперво обрабатывается файл php .ini все настройки считываются оттуда потом есть такой файл который называется .htaccess этот файл он используется апачи для определения каких-то правил и туда можно записать правила которые переопределяют все что написано в php .ini файле и записать какие-то правила для модулей апачи чтобы они обрабатывались а затем уже идет считывание все что касается ошибок и других настроек непосредственно в самом файле php к примеру можно написать сюда следующее error reporting здесь у нас надвинут уже подсказывает нужные нам функции и я сюда запишу e-all да что у нас скажет сайт а сайт у нас скажет что все отлично он это говорит потому что отчет об ошибках мы теперь уже здесь ведем а не в каких-то других местах и по всей видимости там выключена функция которая отвечает за непосредственно отображение ошибок то есть мы сейчас посмотрим php .ini так ctrl w и я поищу такую директиву которая называется display error так это у нас закомментированная еще нам нужна вот она display error здесь стоит off чтобы перезаписать это значение мы пишем в php коде следующую строку iniset то есть переопределяем все что у нас стоит в файле php .ini и записываем сюда display и раз и поставим сюда единичку чтобы у нас ошибки эти выводились ага я не пустил здесь букву ага понятно почему не выводит я это значение поместил в кавычки его не нужно помечать в кавычки потому что это является у нас предопределенной переменной предопределенной константой в языке php она содержит определенное битовое значение теперь посмотрим у нас на сайте появилось предупреждение фатальная ошибка что у нас функция приемт вызывается которая не определена теперь сделаем следующее я здесь напишу так пока закомментирую эту функцию и напишу что я хочу вывести на сайте содержимое переменная x попробую сделать этот вывод сейчас мне вводится ошибка что переменная не определена теперь я раскомментирую эту строку и мы увидим уже только эту ошибку что же сделать чтобы у нас эти две ошибки выводились сразу можно написать следующую комбинацию функцию error reporting это error этот знак значит или 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 пусть он выводит нам ошибки вот таких вот значений на сайте он нам показывает первую ошибку которая встречается и которая не дает дальше выполняться скрипту однако если мы поменяем эти строки местами то на четвертой строке у нас будет вывод неопределенной переменной x что в принципе не критично для php а вот на пятой строке уже критично и в таком случае php нам уже выведет две ошибки теперь давайте попробуем вообще убрать здесь все что касается ошибок и попробовать сделать то же самое в файле happyaccess для этого я жму новый пусть это будет другое файл php так новый пустой файл php жму готово и затем я переименую его файл . happyaccess этот файл он нужен для апачи оттуда он считывает инструкции и выполняет выполняет их так нужная нам инструкция она начинается с ключевого слова php флаг затем display errors on то есть эти параметры переопределяют файл php.ini вот мы сейчас включаем вывод ошибок и второй строчкой пишем php value php значение в переводе и пишем error error reporting 3767 что значит эти цифры это битовая маска которую можно посмотреть в документации в этом столбике у каждой ошибки есть ее значение 1 2 4 8 и так далее все ошибки это значит 32 7 6 7 что мы и указали в этом файле теперь проверим что получилось нам по прежнему выводятся все эти ошибки это очень здорово но допустим мы хотим чтобы выводились только ошибки характера аннотации да notice что что то у нас не совсем критично но не особо желательно вот мы смотрим что notice у нас имеет 8 маску сюда ставим 8 сохраняем сохраняю файл иду на сайт смотрю о у меня здесь не получилось наверное потому что все таки нужно переименовать этот файл непосредственно в total commander чтобы он уже переименовался нормально вот и теперь после обновления все htaccess файл считался и уже видны видно что только ошибки характера notice у нас выводятся отлично следующее что вам нужно знать это информация о комментариях какие бывают комментарии один из видов комментарии вы уже видите это двойная косая черта она комментирует строку и эта строка не выполняется также один из видов комментарии это решетка допустим я сделаю вот так и вы видите только тест у нас сейчас еще один вид комментариев это многострочный комментарий который начинается с косой черты и звездочки и выглядит он следующим образом тут уже NetBeans помогает нам составлять такие длинные законченные комментарии это нужно для того чтобы комментировать какие-то куски кода и описывать что вы делали например это выглядит так скажем напишем здесь ошибки и напишем комментарий error то есть все что касается ошибок будет у нас здесь комментировать ваш код нужно прежде всего для вас самих дело в том что когда вы открываете проект через некоторое время пусть прошел месяц или два или даже код год вы понимаете что вы делали в этом коде благодаря вашим же комментариям также когда с вашим кодом будут работать и другие программисты очень хорошо когда код документирован и они понимают что вы имели в виду конкретно на этой строчке и могут сказать вам спасибо а также могут дополнить ваш комментарий своим комментариям также иногда программисты пишут комментарии следующего характера то есть to do сделать что-то там fix errors починить какие-то ошибки в каком-то коде или сделать другой какой-то логичный комментарий к этому коду что касается ошибок и комментариев на этом все давайте теперь перейдем к переменным и узнаем подробнее про переменные в PHP а теперь давайте затронем вопрос переменных и узнаем как происходит манипуляция ими в коде узнаем как создавать их как туда записывать данные и узнаем какие есть типы переменных переменные являются временным местом хранения используемым для представления значений в сценарии PHP в PHP имеется два основных типа переменных это склярные и массивы склярные переменные они содержат только одно значение в данном момент времени а переменные массивы список значений переменные всегда PHP указываются со знаком доллара название ни в коем случае нельзя начинать с цифр типа вот так надбинс нам сразу это подчеркивает что так нельзя делать название всегда должны начинаться с букв потом можно использовать какие-то цифры буквы знаки подчеркивания от меня вам такой совет давать название переменным логически правильные и обоснованные очень часто когда начинающие программисты пишут код они используют название переменных короткие допустим x равно скажем 1 или там a равно 1 b равно 2 и когда потом следующий раз открываешь этот код и смотришь что же программистам написал то весь код испощрен вот такими короткими названиями переменных и непонятно где какая переменная что содержит то есть этот код трудно читать и моя вам рекомендация давать переменным какие-то обоснованные названия допустим если в коде используется расчет скажем количество лет да и в переменную заносится количество лет то я напишу я назову эту переменную как my age скажем мне 28 лет а вторую переменную я назову не b пусть это будет сведения о моих детях количество детей my children равно 2 и когда в следующий раз уже или вы или другой программист будут открывать ваш код то станет совершенно понятно что здесь используется ваш возраст здесь количество детей и так далее следующее на чем я бы хотел обратить внимание это особенность языка php и создание переменных дело в том что php это не типизированный язык что это значит если взять например язык c++ то когда там обозначается какая-то переменная вносится переменная там ей дают конкретный тип либо это строка либо это конкретное число либо это еще что то в php здесь такого нет то есть здесь переменная может быть всем всем чем угодно и кроме того в языке c++ когда мы создаем переменную для нее в памяти выделяется определенный кусочек места то есть резервируется место здесь у нас язык php он как бы динамический такой язык и память у него тоже распределяется динамически вообще по большей части php все переменные считает как строки давайте я сейчас сразу покажу вам например допустим пусть у нас my age будет 28 а my children's я напишу это как to children's то есть переменная my age у нас целочисленная я туда занес число 28 а my children's это строка строка у нас идет в кавычках всегда а теперь я попробую это вывести у нас на сайте напишу это my age плюс my children's с одной стороны это выглядит как недоразумение мы складываем целое число со строкой что же будет происходить очень интересно давайте посмотрим и у нас получилось 30 так тест у нас тут немножко мешает я его удалю у нас здесь получилось 30 что произошло на самом деле когда мы складывали то есть операция сложения php начал приводить типы самый простой тип у нас здесь целочисленный и он строку стал приводить тоже к числу обрезал слово children's оставил двойку и двойку сложил с 28 вот так но если мы просто попробуем сложить скажем 28 с children's да где где нет числа php там не найдет число то мы получим 28 то есть по факту он эту строку считает как 0 привел ее к такому типу и сложил 28 плюс 0 очень интересны такие взаимодействия с типами о чем нужно всегда знать и помнить потому что иногда случаются такие ошибки и непонятно почему php так действует но оно больше не понятно потому что мы не знаем вот этих вот особенностей если вы знаете особенности вы всегда понимаете что происходит на самом деле теперь поговорим про целочисленные переменные оставим здесь my age они могут указываться как как отрицательные как обычные целые числа и даже как шестнадцатеричные числа что-то типа это будет число допустим двадцать шесть вопрос возможно будет такой можно ли строго указать тип переменной да можно это делается с помощью функции set type указываем нашу переменную my age и integer это целое число как вы видите в чем еще плюс NetBeans в том что он может нам подсказать какую-то информацию о функции если мы ее не знаем вот я нажимаю на set type и жму control и пробел мне вводится информация что эта функция устанавливает тип переменной здесь можно установить допустим булевую переменную либо integer либо строковую можно посмотреть еще подробно в документации но в целом как бы информация краткая есть данная функция возвращает у нас true если все получилось то есть переменная была успешно приведена к типу или false если случилась какая-то ошибка так то есть по сути нам нужно правильно сделать вот так я ввожу переменную my age равно то есть это будет строка 28 и перевожу ее уже дальше в integer в целое число в php существуют следующие функции которые позволяют нам смотреть что же находится внутри переменных и вообще узнать чем же являются эти переменные первая функция называется var dump то есть variable dump сокращенно вторая функция называется printr первая функция выводит информацию о том кем является переменная то есть какой у нее тип и что содержится внутри вторая функция просто выводит все что содержится в переменной то есть если это массив если это объект эта функция раскладывает его по полочкам и показывает что содержится внутри обычно эти две функции обычно эти две функции используются тогда когда мы введем отладку нашего приложения мы ее где-то вставляем между строками и смотрим что у нас содержится в коде какие переменные и вот на сайте это видно int 28 то есть var dump вывел информацию в первой строке что это integer 28 целочисленная а printr просто вывел информацию что в переменной содержится число 28 ну и как видите мы здесь перевели этот к целочисленному типу и у нас там получился integer однако если я закомментирую эту строку кстати в netbeams можно очень быстро комментировать строки я нажимаю ctrl слэш и он ее комментирует это горячая клавиша и на сайте мы смотрим что это уже стринг то есть это уже строка и и длина строки равна двум вардамп у нас просто выводит содержимое строки вернее вардамп у нас выводит вот эту информацию а printr просто выводит содержимое этой переменной 28 еще в качестве примера можно показать как php складывают числа в различных системах осчисления допустим мы возьмем число 2 и я еще сделаю еще одну переменную my age равно 0x1a это число 26 и попробую их сложить my age плюс my age должно получиться 28 то есть php автоматически переводит все к одной системе осчисления и выполняет эти операции заодно показывает нам что получилось вот результат получился тот который мы и ожидали следующий тип переменных которые есть называется float пишется он так float это просто числа с плавающей точкой то есть 1 допустим 01 или 150 такие числа обычно используются где-то но может быть валютных каких-то операциях сложение там каких-то зарплат сложением каких-то финансовых там показателей и все такое прочее он записывается просто как точка 1 точка 50 если мы попробуем war dump сделать на этой переменной он нам покажет что это тип float следующий раздел это у нас строки и давайте разберем какой-нибудь первый небольшой пример строки строки могут начинаться с обычных кавычек одинарных кавычек например так и строки могут начинаться с двойных кавычек допустим так допустим так чем же разница дело в том что в данном случае php воспринимает вот это выражение просто как ну как текст и ничего не стремиться с ним сделать и рекомендуется всегда когда используется ну какой-то короткий текст какие-то короткие предложения всегда помещать это в одинарные кавычки если вам требуется вот в этом предложении произвести какие-то действия какие-то манипуляции то вы эту строку заключаете в двойные кавычки что значит действие что значит манипуляции дело в том что когда php встречает двойные кавычки он идет внутрь этого текста и проверяет это текстное действие например мы можем непосредственно здесь написать переменную вставить переменную переменная пусть это будет x а я ее здесь сверху определю как x равно человек вот что сделает php php найдет сначала будет искать доллары вот если он увидит здесь доллар то он найдет эту переменную x и вставит ее в текст можно еще сделать вывод на экран мы посмотрим как это происходит привет человек как дела а если у вас вдруг станет потребность просто написать здесь символ доллара и не подставлять знак переменной то в таком случае существует экранирующая последовательность то есть вы экранируете этот символ защищаете его от преобразований косой чертой тогда php у нас вот такую штуку покажет привет x как дела еще как вариант чтобы было удобно просматривать переменные внутри текста их иногда еще заключает в такие вот кавычки и тогда php тоже их обрабатывает еще у меня к вам такая рекомендация на будущее это опять же связано с тем что вы возможно когда-то станете работать с высоконагруженными приложениями так вот вот это вот операция с двойными кавычками то есть поиск там текста поиск всяких преобразований это конечно же занимает какое-то время пусть там миллисекунда пусть 2 миллисекунды вот а вот эта операция занимает гораздо гораздо меньше времени так вот если вы будете указывать обычное предложение в двойных кавычках и у вас будут там десятки тысяч php файлов с такими вот кавычками то это немного конечно не критично но все-таки немного замедлит выполнение приложения поэтому пусть это будет изначально вы будете знать как это все работает принципы и будете сразу делать все правильно вот так вот если у вас будет потребность внести сюда переменную чтобы она отображалась среди остального текста то что тогда вам лучше сделать использовать операцию конкатенации то есть соединить части текста вот подобным образом для этого используется точка то есть она соединяет текст с переменной переменную с текстом либо переменные с переменными подобным образом но еще лучше если вы будете использовать одинарные кавычки вот таким образом ну тогда вся эта операция на седьмой строке будет выполняться примерно на 40 процентов быстрее то есть были специальные подсчеты были специальные измерения и выяснилось что в таком случае код выполняется на 40 процентов быстрее вам нужно знать еще одну информацию про двойные кавычки давайте я сейчас верну сюда этот пример двойными кавычками как я говорил php ищет внутри еще какие-то действия и операции так вот в php есть такие штуки которые называются управляющие последовательность вот это слэш обратный слэш н перевод на новую строку обратный слэш р это возврат каретки и обратный слэш т это табуляция давайте попробуем тогда здесь написать я напишу здесь слэш н и посмотрим что у нас на сайте получится как вы видите никаких изменений нет но однако же если мы посмотрим исходный код страницы вот здесь будет перенос на следующую штуку как бы для сайтов это вещь бесполезная но если вы пишете какие-то серверные приложения то без этого практически не обойтись например я сейчас открою гид баш я зашел уже на сервер с помощью команды vagrant ssh и теперь мне нужно перейти в наш каталог сиди вар ввв паблик html и у меня здесь есть скрипт который мы сейчас пишем это индекс php я его могу запустить командой php и говорю индекс php вот здесь произвелся вывод в нашу консоль q и перевод на следующую строку здесь мы видим то есть бывает иногда что очень длинные тексты очень длинные какие-то выводы их неудобно читать и программисты сделают вот такие переводы чтобы было все удобно кроме того данные переводы кареток еще используются переводы строк переводы кареток табуляции используется еще когда пишется какой-то текст в формах и этот текст записывается в базу данных там эти преобразования тоже важны но мы об этом поговорим еще немножко позже следующий тип переменных который нам очень важен это булевые переменные они выглядят следующим образом пусть переменная x у нас будет true переменная y у нас будет false это значит что true это у нас логическая единица то есть истина или правда а false это у нас логический ноль то есть не правда и не истина в основном это используется в условных операторах но мы их с вами будем чуть чуть позже проходить но я сделаю небольшой пример есть есть условный оператор если x то выполняю допустим вывод этого текста и этот if он у нас смотрит истинное ли условие или нет то есть если сюда попадает true то выполняется этой конструкции если сюда попадает false то конструкции не выполняется еще иногда производится перевод каких-то переменных к булевому значению чтобы эти условия проверять допустим есть переменная z и которая значит привет если переводить это к булевому значению то он по сути это заполненная переменная то есть там есть какие-то значения и она будет переводиться как булевая единица то есть истина если мы сюда вставим z то это значение будет выполнено то есть этот оператор будет выполнен этой конструкции мы на экране увидим наш текст undefined variable текст а здесь надо не текст а z окей все а если сюда вставить пустую строку она будет интерпретирована как 0 то есть неправда и ложь пустое значение в таком случае мы не получим наш текст еще я хочу заметить следующую особенность у php дело в том что он все переменные воспринимает как регистрозависимые что это значит давайте я напишу здесь наш переменную которая у нас была my my h равно 28 попытаюсь ее вывести на экран но напишу это в нижнем регистре my h равно 28 пхп у нас за ругается что он не видит такую переменную дело в том что эту переменную мы записали в верхнем регистре а вот эту вот этот вывод мы записали в нижнем регистре для php и в частности вообще для всех юникс семейств для всех и и линуксовых семейств и для некоторых остальных других языков здесь очень важно писать переменные в том регистре в котором они изначально обозначены очень большая разница в регистрах в верхнем регистре и в нижнем регистре то есть я советую все всегда писать в нижнем регистре то есть вот так my h приятные глазу не кричащие переменные так давайте подведем небольшой итог по переменам и так про целые я рассказал числа сплава точка рассказал строки рассказал про последовательности тоже булевые тоже типизация что они регистрозависимые про присваивание я тоже рассказал это вот и то есть операция присваивания равно 28 что тут еще вывод переменных я рассказал что он делается через конструкцию языка echo или print или функции wardump либо функция printr самые часто используемые функции и еще конкатенация переменных тоже рассказал что можно использовать точку hello my age привет 28 еще можно использовать запятую таким образом будет то же самое то есть в конструкции языка echo это можно использовать запятая то есть мы через запятую указываем то что нам нужно вывести в страницу браузера либо в консоль ну и еще здесь последний пункт это интерполяция то есть это встраивание переменных мы допустим можем сделать x равно 1 и вставить ее непосредственно сюда вот таким образом все с переменными здесь больше особо вам знаний других не нужно идем дальше 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 дальше